Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! С вами Настсия Гулис. И сегодня я бы хотела поделиться одним из рецептов заготовок на зиму, который очень популярен в моей семье. Мои мужчины любители острого. Я думаю, что вам наверняка понравился рецепт острого соуса, который я готовила ранее. Но также они любят маринованный чеснок. По моему рецепту он получается умеренно острый, у него сохраняется хруст и вкус чеснока. Но такой чеснок вы можете смело подавать даже в компании девушек, поскольку он лишен вот этого резкого запаха чеснока. И после того, как вы его скушали, в принципе, никаких неприятных последствий запаха изо рта у вас не будет. Попробуйте приготовить такой чеснок, это достаточно быстро и просто получается в изготовлении. Что нам понадобится для этого блюда? Чеснок. Я обычно использую чеснок, зубки, которые остались у меня после посадки чеснока, которые не пошли на посадку. Всегда у меня остается достаточно много зубков, которые я отбраковала. Для этого рецепта они вполне подходят. Мы их очищаем. Если вы сталкивались с чисткой подсохшего чеснока, вы наверняка обращали внимание, что такой чеснок у нас не очень хорошо очищается от пленочки. Вот такая пленочка, которая очень плохо очищается при помощи ножа, от нее легко избавиться. Если опустить наш подготовленный чеснок на какое-то время в холодную воду, достаточно 3-4 минут. После того, как наша шкурка окончательно размокла, мы ее просто легко счищаем пальцами. Вот она у нас уже плавает в водичке. И после этого мы берем наши зубчики и готовим к варке. Вот наконец наша вода закипела. И в первую очередь мы закипетиваем в нее самые крупные зубки чеснока. Если вы готовите большое количество чеснока, то я обычно разбираю его на фракции. И в первую очередь варится именно крупный чеснок. Мелкий мы кидаем в самом конце. После того, как мы закинули наш чеснок в кипящую воду, вода должна повторно закипеть. И она должна кипеть так около 10 секунд. То есть время совсем непродолжительное. С момента закипания прошло 10 секунд. Поскольку у меня здесь небольшое количество чеснока, и я больше не буду добавлять, я просто выключаю воду и сливаю чеснок целиком на сито. Наша задача быстро охладить чеснок. Для чего мы это делаем? Если мы будем делать маринованный чеснок, и мы хотим получить белый чеснок, не розовый, то вот такое быстрое охлаждение, оно позволяет добиться того, что наш чеснок практически не изменит цвет. Если вы когда-нибудь обращали внимание, вареный чеснок приобретает всегда такой некрасивый, зеленовато-серый цвет после остывания. Если мы его быстро охлаждаем, то наш чеснок практически не изменяет цвет. После того, как мы коротко охладили наш чеснок, мы берем баночки подходящего размера. Предварительно мы их либо просто моем содовым раствором. При желании вы можете стерилизовать, я этого не делаю, я избегаю этой неприятной процедуры длительной. И по фракциям складываем в банки наш чеснок. После того, как мы подготовили наш чеснок, мы делаем рассольчик. Используем то количество воды, которое входит у нас в наши баночки. В принципе, я сейчас готовлю на небольшое количество. Но обычно я рассчитываю так, чтобы у меня получилось 2 литра готового продукта. То есть это обычно 5 вот таких вот баночек, это 2 литра готового продукта. И рассол для такого количества маринованного чеснока составляет 100 мл 9% уксуса, 150 граммов сахара, 50-60 граммов соли, это уже дело вашего вкуса. И в конце варки мы в этот рассол, в маринад наш добавляем 80 граммов растительного рафинированного масла. Кроме того, я добавляю небольшое количество зерен кориандра, в среднем на баночку где-то пол чайной ложки. Добавляется на такую баночку объемом 400-500 мл. И кроме того, мы можем при приготовлении такого чеснока добавить свеклу, обычную красную сырую свеклу, если вам нравится чеснок розового цвета, потому что при таком приготовлении он получается действительно очень симпатичного розового цвета. Рассол закипел, и мы заливаем им баночки наши. Я всегда для этого рецепта использую только новые крышечки, потому что при использовании вторично, вот именно в этом рецепте бывает иногда бомбаж. Мы закрыли, для сравнения вы можете посмотреть, как выглядит прошлогодний чеснок. И это свежий чеснок этого года, который мы будем пробовать через месяц приблизительно, он уже готов к употреблению. Закрытые баночки мы убираем на сутки в теплое место под одеяло. И после того, как они полностью остынут, их можно убирать на хранение. Хранить вот этот продукт желательно все-таки в прохладном месте. Я храню в погребе, можно хранить в кладовой. Главное, чтобы это происходило без доступа света. Я предлагаю вам попробовать приготовить маринованный чеснок по этому рецепту. Я думаю, что ваши родные и ваши гости обязательно оценят его по достоинству. И этот рецепт прочно войдет в вашу копилку. Надеюсь, что это не наша последняя встреча. Подписывайтесь. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Субтитры подогнал «Симон»!